здравствуйте да вы не ошиблись вы смотрите программу защита майзелла и как обычно мы ведем эту программу из офиса майзеллу группы и забыла майзелл тоже рядом со мной как же без меня действительно как же без вас здравствуйте горе здравствуйте забыла здравствуйте дорогие друзья хочу поговорить сегодня с вами на тему очень близкую большому количеству моих знакомых нью-йорке это стартаперы с которым я и дружу и просто общаюсь регулярно какой стартапер да я долго к нему привыкал но сейчас она как-то уже вошло в обиход почти старпер да почти старпер но на самом деле чаще всего наоборот есть такое такое понятие в американском законодательстве если я правильно сейчас все произнесу это international interpreneur parole правильно вот расскажите пожалуйста что это такое и все ли стартаперы должны пользоваться такой штукой и насколько она вообще помогает жизни ok ну начнем с того что три года назад была объявлена эта программа и как сегодня я помню что в июле месяце она должна была начать работать она вроде бы начала работать вроде вроде бы начали подавать петиции люди на нее и потом взяли ее закрыли и она была на на три года тогда дизайн сейчас 1 октября она начала работать заново и как понятно все суммы которые были установлены тогда сегодня изменились все увеличилось в чем заключается эта программа да действительно есть очень много молодых людей которые хотят начать бизнес в америке у них готовы всякие разработки либо по электронным вещам по техническим вещам либо просто какие-то производства у каждого свое и и этот пароль но пароль это чтобы понимать это разрешение на въезд и не более того это разрешение на въезд чтобы здесь заниматься стартапом внеся предварительно определенные инвестиции и если человек уезжает и ему нужно делать репарол то эта сумма инвестиций увеличивается по паролю по этому паролю кто может въехать может въехать человек который занимается стартапом я не скажу это слово стартапер назовем его учредителям учредителям бизнеса да которая старается продвинуться на рынке да 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 значит может получить этот пароль сам человек инвестор который начинает стартап его супруга или супруг и дети до 21 года то есть вся семья может приехать по этому паролю но что нужно для того чтобы получить пароль нужно вложить в стартап как минимум 266 там с кусочком денег нужно быть одним из учредителей стартапа или единственным не имеет значения и в течение определенного времени нужно создать 5 новых рабочих мест или заработать определенные деньги больше чем полмиллиона и тогда можно создавать меньше количество рабочих мест если человек идет на репарол тогда сумма инвестирования увеличивается сказать что это самая идеальная ситуация абсолютно нет то есть пока для меня это звучит как некий лайк вариант инвестиционный визу правильно но ведь люди которые хотят создать стартап это новое предприятие по которому они так или иначе получить рабочую визу не могут потому что это новое предприятие это не перевод внутри компании потому что от того что человек придумал какую-то технологию новую это не значит что у него был бизнес в другой стране то есть и поэтому перевода внутри компании быть не может виза л-1 получить рабочую визу H1B на это новое предприятие которое еще не создано тоже невозможно не говоря о том что H1B насколько это была замечательная виза я ее любила больше чем какую-либо другую сегодня H1B предполагает выигрыш в двух лотереях да и поэтому H1B это потеря денег выброшенные деньги и потеря времени потому что сегодня в октябре 2021 года думать о том сможем ли мы получить в через год в октябре 22 года H1B визу или не сможем внутри этого нужно выиграть две лотереи и бог знает что это будет в то время как если есть работодатель который хочет спонсировать работника так пусть он уже спонсирует его на грин карту а не на H1B но при любой ситуации у человека со стартапом нету всех этих возможностей потому что это стартап потому что это только начало предприятия скажем для грин карты нужно показать чистую прибыль которую компания который бизнес показывала на предыдущей налоговой декларации в стартапе этого тоже нету поэтому вот этот вот международный антрепренерский пароль может служить основанием и выходом из положения для того чтобы человек приехал и внес какие-то деньги в стартап если он встал на ноги предположим то может быть ему уже и в дальнейшем уже можно делать и грин карту и все остальное без всяких сомнений ну и даже вот это тот второй уровень когда он опять уехал и нужно опять проплатить больше может быть уже он себе может позволить если дела пошли например абсолютно справедливо но понимаете как это же не просто должен быть стартапер ваш должен быть человек который имеет средства но может быть он здесь нашел инвестора пока был первый раз да может быть но он должен внести эти деньги от себя у меня есть один клиент который внес два года назад деньги в стартап стартап тогда сию секунду не раскрутился потому что ну я не могу совсем раскрывать потому что всю информацию потому что это известная компания в городе да нет нет бизнес тогда не остановился из-за пандемии потому что город умер до в нью-йорке никого не было а для этого нужно движуха нужно в нью-йорке окей и и притормозился бизнес а сейчас когда нью-йорк фактически уже вернулся в свое русло и бизнес пошел то можно уже и получать этот антрепренерский пароль потому что те деньги которые он внес тогда их как раз хватает даже по новому правилу на эти 266 с чем-то тысяч и он сможет получать этот пароль он сможет приехать сюда он сможет приезжать сюда то есть это это хороший выход из положения когда отсутствуют другие возможности для приезда в америку и для легализации насколько много таких клиентов вот по вашим ощущениям потому что с одной стороны слово которое мы с вами стараемся не произносить сейчас жутко популярны чуть ли не каждый второй стартапер готов быть организатором стартапа а с другой стороны действительно непростые очень времена для бизнеса все непредсказуемо и я даже не знаю какое количество из этих вот каждых вторых готовых действительно идут на это вот у вас по вашим ощущениям по клиентам много таких или нет по моим ощущениям и по тем людям которыми я встречалась люди которые хотят организовать стартап компания обычно это люди без денег это люди которые приезжают сюда с какими-то технологическими идеями которые хотят здесь найти инвесторов для того чтобы заниматься этим бизнесом причем им даже не столь важно где они будут заниматься этими разработками этим бизнесом им главное найти инвестора которые вложить средства для того чтобы поднять земли это предприятие но мы об этом поговорили потому что нас попросили поговорить и поэтому теперь дорогие друзья вы знаете об этой возможности то же как можно приехать в америку мы на этом будем завершать ставьте лайки подписывайтесь на наши каналы кольцов тв адвокат бэлла и не забывайте про фейсбук забыла майзалу майзалу грубо вообще-то фейсбук кстати дорогие друзья удачи вам до новых встреч и всего самого доброго до новых встреч и до новых встреч и до новых встреч